Блокий сейчас какой-то, а я пока вам напомню, что идёт уже пятый месяц полномасштабного вторжения России в Украину. Мейнкасс совместно с сервисом Донателло собирает средства на помощь вооружённым силам Украины и мирным жителям в постадашнем результате войны. Отправляйте помощь, перейдите по ссылке под трансляцией. Да, есть там баннорочек. А у нас очередной движ, господа. Хорошо, Феникс работает. Такой же ЧС может просто убить фантомку. Да, Аква горит под Сан-Рэем. Запрыгивает дальше Заяц. Минус Аква. Нет, да, будет Минус Аква, но и самого Зайца смогли уничтожить. Как она там называется? Шишечку убить? Шишечку. Да, там сосновый налётчик был. Это шишка? Или нет? Ну, шишка, сосновая шишка. Хорошо, хорошо. Вооружённые силы Украины. Да, ну и QR-код тоже не просто так появляется. Да, можно телефончик там с камерой навести. Щёлк. И всё. И такая вот фантастика. БКП на подходе у Аквы. Атака на Кристаллиса. Очень неожиданно для него. И это может быть смерть. Это было максимально неожиданно для него, потому что он потратил до этого бомблый страйк. Так, сейчас забьёт ДП своего Хлокверка. Пупей пока прячется. Умрёт Заяц. Но он всё равно умрёт. Ну так, Сикрет неуверенно. Знаешь, неуверенно сейчас огрызаются. Хотя, изначально видно было, Кристаллис нажимает бомблый страйк. Фантомка прыгает ровно через долю секунды после того, как он срабатывается. О, а вот и Шардик, ребятки. Пак обалдел. А вот и Шардик. И Пак такой, ребят, а чё хорошо? Да, Дизоль на подходе у Фантом Ассасин. Он тоже понимает, что урон нужен. Урон, урон, урон. Учитывая, что Брейкер собирает от Ютилити, будет вторым слотом это Лебарда. Пак напал. Класс напал на Виверну. Да, у Виверны есть Форс, но не успела убежать. Правда, ДДП подставляется под Рор. Умирает Дон Брейкер. Оглушили Фантомку. Она горит, но успевает поражать Блэкинг Бар. Выходит с контроля. Ах, пошёл. Да, да, да. Что? Аква селом? Ну, может быть, нам потом покажут. На хайлайтах так точно. Да, на хайлайтах. Да, Сикрет уже ведут 2к, да, 2000 золота. Изначально хорошо начинали атаковать Бунскват. Да, правильную цель. Зацепили, это было Виверно. Опа! А здесь ещё одно столкновение. Только Кристаллик-то теперь уже весьма бодрее. Начинает разваливать. Да и вот опять эта Тентварка. И опять она атакует. И опять очень больно делает. Варлак сразу же нажимает выкуп. Но зачем ты выкупаешься? Зачем ты возвращаешься? Ради чего? Ради чего? О, непонятно. Фантомка. Да, вот она Виверно. Вот он Колд Эмбрейс. Вот он Бистмастер. Всё, как и говорилось, хорошо работает против этого героя. Ну и всё. Вот Угунскват это уже не первая игра подобного плана. Когда они всю карту максимально аккуратно действуют. Очень грамотно действуют. Принимают классные решения. Но в один момент они просто... Знаешь, как и Творца у него нет, например. Как у многих здесь. У трёх? У целых трёх. Жесть, ты хейтер, конечно, Роман. Да. А всё. Всё, нашли хейтерка. Ты, между прочим, уважаемый человек. Нет. Лейнер. Это я не спорю. А если это легенда? Без шуток вообще. Оп, высадка. Пожалуйста. Вот. Фраг. Хейтеры на месте? О, а там что-то с Виверной случилось. А у него кулдаун опция. И пойти следующий с спокойной душой. Но... Да. Это не... Не компетитивизм. Всё верно говоришь. Не совсем понятно, но верно. Не понял. Так это я не понял. Там Пак рисковал, Лейн. Но в этот раз пронесло. А вот Варлаку повезло, наверное, чуть меньше. Клоквер контратакует. Феникса заставили живую купицу. Аква перепрыгивает. Это Виверну. Вот она может быть хорошее начало. Нет. Виверну успела улететь. Успела скрыться. Да не, ну посмотри на урон ниши. Ну посмотри. Я смотрю всех остальных. Давай так. Этот сезон уже точно лучше, чем предыдущий. Уже точно. О, это железно. Да, согласен. Но тут и пупсиков больше получилось. Наверное. Возможно. Бистмастер выходит на центральную. А это Риск. Да, через секунду будет Рор. А тут Ишу прикрывает. Айсайсайс. Что? Куда делся? Здесь 4. Всё, он уже без выкупа. Да, и вот импраймал Рор. Просто их щелкает, как семечки. Айсайсайс это мастер байта в данном матче. Он действительно постоянно выбегает, как будто он пупсик. А всё наоборот. Всё наоборот. Пексу говорит, не бейте, ребят. Я пошутил. Я свой, городской. Не надо. Секунда, КД на телепорте. Нет, нет, пожалуйста. Бежит, бежит, бежит. Три секунды темпларки до блингдаггера. Пустите. Ему пока не видно. Есть пара мест, где можно было бы спрятаться в Арлаку. Да, бегает ниже. Подсветил. Не путем. Ловушкой. Да, тут ещё и... А, вот так вот, да? МК с Бластворном Пака просто уничтожил. А Пак же всё ещё без диспала? Да, в том-то и дело. И теперь скажите мне вот... Так он, я тебе скажу, больше он и без Сейндж играет. То есть... Это уже другая тема. Он не может как-нибудь был одет, там и защиты вообще никак таковой нет. Просто изначально, да, когда был вопрос, почему он без Сейнджа, потому что он сразу у Эзерил захотел себе купить. Он смирился. Он смирился. Так что там, может, это самое? БК, у Фантомки есть БКБ, у Аква. Да. Ах. Есть БКБ, а там Рор и МКБ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова